В далеком 1969 году Евгений Олешкевич не мог и предположить, что ему выпадет случай обучать молодых парней плавильному делу. А тогда, 48 лет назад, после 10 класса, определившись с профессией, поступил в ГПТУ номер 27, который окончил с отличием. Сегодня Евгений Вацлавович сам преподает в этом учебном заведении, нынешнем многопрофильном техникуме имени Алексея Евстигнеева, и каждый раз рассказывая о том, как плавил в 32-м цехе «Титан», об устройстве вакуумно-дуговой печи и чем она отличается от печи гарнисажного переплава, мысленно возвращается в те далекие годы. Одержимость плавильным процессом Евгению передал его наставник Александр Кузьмич Крашенинников, награжденный за трудовые заслуги орденом Ленина. Устройство печей своего родного 32-го цеха Евгений Вацлавович и сегодня знает на зубок. Эта печь, она стандартная печь, они широко развиты по всему миру, она у нас в защитном кожухе стоит, во взрывобезопасном исполнении, чтобы если что-то случится, чтобы не травмировать производственный персонал. Дальше у нас плавка идет в медный водоохлаждаемый кристаллизатор, который снизу закрыт медным же поддоном. То есть в процессе плавки в кристаллизаторе проходят все процессы, то есть загружается расходом электрод, он переплавляется, усредняется по химсоставу и также потом происходит кристаллизация охлаждения. То есть когда этот кристаллизатор, комплект, называемый так кристаллизатор-поддон, со слиткой вместе по охлаждению идет на участок сборки, там выгружается уже готовый слиток. Самым ярким воспоминанием тех лет стало освоение технологии плавки титана на гарнисажной печи, благодаря чему крупногабаритные отходы можно вовлекать в производство. Две опытные гарнисажные печи в те годы находились во Всесоюзном институте легких сплавов в Москве. Именно там процесс плавления на новом оборудовании осваивал Евгений Олешкевич. Опытные печи по сливу были небольшие, до 50 килограммах. По их образу и подобию, но уже со сливом до 5 тонн, по заказу верхней солды в Новосибирске были изготовлены гарнисажки. Первые шесть плавок провели на стали. Если первые плавки у нас было подразумевалось, что будем плавить, стоять на печах видеокамеры, и в пультовой будем плавить по экрану телевизора, ну или монитора, как сейчас называют телевизор. Но раньше были у нас телевизоры соня, там черно-белые. Ну, сами понимаете, черно-белая телевидение не передает цветное изображение, а плавильщикам это важно, чтобы понять, какие все эти процессы протекают при плавке. И начали плавить, подняли 40 киломпер, и у нас изображение на телевизорах свернулось в точку. То есть у нас магнитные поля там громадные, и то есть не получилось у нас. А гарнисажные печи стоят у нас железобетонные боксы с толщиной стенки 1250. Там арматура 60 миллиметров, то есть все залито такое полностью в бокс, чтобы от взрыва защитить персонал. Что делать? Одевал на голову наушники, микрофон. Закрывали бокс, и на крышку печи садились люди, которые умели плавить. Ну, это и тот же Борис Николаевич Сухоросов тогда начальник теха был. Альпан Петр Семенович, главный инженер завода был тоже в то время. Ну, Масеев, Алексей Петрович тоже специалист был, тоже раньше всех. Ну, кстати, Сухоросов, Масеев, это все раньше были плавильщиками. Ну, и Альпан, конечно, умел хорошо плавить. То есть они сидели, конечно, на крышке, там коврик резиновый, они смотрели в гляделку, что идет, как плавка идет, и мне передавали по телефону, что происходит, как дуга горит, где она горит, а я по приборам плавил. Ну, первые плавки так вели. Ну, потом, конечно, мы бокс, этот толстый бокс, мы отверстие проделали отбойными лотками долго очень, и сделали перископы по подобию 32-го цеха, но они были, там их нельзя было социальствовать, мы их на специальные рамы, длинные перископы, их перед каждой плавкой снимали, ставили, не знали, какое напряжение, какой ток, постепенно поднимали ток. Ну, и сейчас плавят где-то на 100 килоамперах примерно, ну, я поднимал до 120 килоампер. Ну, тоже там сидел человек на крышке, как я говорил, и когда подняли 120 килоампер, дуга сконцентрировалась, и заднюю стенку тигля прострелила круглые отверстия, как вроде снаряд из пушки. Ну, тогда мы сделали вывод, что 120 килоампер – это много, и до сих пор потом плавили только 95-100 килоампер. Нынешним плавильщикам не вдомёк, что их предшественники плавили по-другому. Современная техника сегодня позволяет плавить без риска для жизни. Но в пультовой цеха 32 есть печь, пульт которой сохранился с тех далёких времён. Ему уделяют особое внимание во время обучающих уроков на производстве. Раньше, ребята, пульты все были вот такие. Видите, стоят стрелочные приборы, вольтметр за напряжением дуги, килоамперметр, ток дуги, также ток соленоида, вакуум. Это всё приборы, видите, стрелочные приборы. То есть плавильщик по ним работал, по ним плавил. Также всё время автоматика была, она включалась, тоже вон тумблер автоматики был, тоже плавильный автоматик. Сейчас же, видите, какие все переделаны. В принципе, таких печей, как вот со старой, осталось только три печи, насколько я знаю. Сейчас, видите, пульты новые, два монитора. И сами видите, вот можете сравнить. Вы бы на какой печи хотели лучше работать? Конечно, на этой. На этой всё видно, на этой можно посмотреть любой параметр, любую вывести диаграмму. Там, в принципе, вы не посмотрите диаграмму, какую он рисует. Да, этой диаграммы там нет. Видите, здесь сразу на правом мониторе диаграмма рисуется. То есть можете смотреть, всё время видно, всё там же приходится немножко по-другому работать. Ну, в принципе, работали, в принципе, плавили качественный металл. Благодаря работе в многопрофильном техникуме Евгений Олешкевич в цехе 32 – частый гость. Процесс плавления в вакуумно-дуговых и в гарнисажных печах – это тема уроков, которые Евгений Влаславович ведёт для студентов многопрофильного техникума не только в учебных аудиториях, но и непосредственно в цеховых пролётах в СМПО. Ребята видят, как создаётся прессованный электрод, узнают, каким образом можно почистить печь, какие могут быть включения, что такое дуга и как она горит. О гарнисажной плавке во время экскурсии – особый разговор. Гарнисаж достали от предыдущей плавки. Видите, почему гарнисажей много? Потому что они тоже разного сплава. Какой сплав нужен, тот гарнисаж и подвешивает. То есть в тигель в чистый загрузили шехтовые материалы, шехту, легирующие какие-то элементы. Вот этот гарнисаж от предыдущей плавки подвешивает наверх на электродержатель и вот этим гарнисажем расплавляет шехту, которую загрузили уже в тигель. То есть плавляться и шехта, и сплавляться вот этот, ребята, весь гарнисаж. Остается только агарочек. Дальше что? Слили, слиток охлаждили, достали, гарнисаж из тигля подняли, снова в чистый тигель загрузили новые шехтовые материалы, отходы различные, там стружку, ну и что есть, какие отходы есть, слиточки там, агарки и так далее. И снова гарнисаж подвесили от предыдущей плавки и снова опять этаж расплавлялся, то есть идет круговорот. Чем этот способ хорош? Почему получается чистый металл? Потому что когда наводится общая ванна жидкометалла, если есть какие-то корольки, есть какие-то только плавкие частицы, которые попали как бы в шехтой, то они все осаждаются на дно гарнисажа, как я говорил, видите, и вмораживается туда, как говорится, в гарнисаж, в донную часть гарнисажа. То есть получается из общей ванны жидкометалла, металл чистый, сливают только чистый металл, без различных включений. Взрывобезопасность плавильного процесса – это то, чем Евгений Вацлавович занимался, работая впоследствии начальником отдела по взрывобезопасности предприятия. На память о тех годах у Евгения Олешкевича сохранились акты, в которых проанализированы плавки за 10 лет. Нам главное не то, что нужно, как говорится, чтобы аварии случились, а чтобы предупредить, чтобы разработать мероприятия, которые позволят в дальнейшем исключить даже возможность возникновения аварийной ситуации. И поэтому специалисты АСЦКО 3-го цеха, 24-й цех участвовал, заводские специалисты по направлениям, участвовали в разработке мероприятий, которые обеспечивают взрывобезопасность. То есть вводились новые блокировки, уже на базе новой техники компьютерной, все это уже, конечно, блокировки вводились. И поэтому все время шло как бы улучшение и безопасность плавки, как бы всегда это подразумевалось. Ну, аварии несерьезные, конечно, были, там поджоги или что-то. Каждый случай разбираться, составляться акт, дальше пишутся мероприятия, чтобы исключить возможность такой ситуации. В институтах прописано отклонение от нормального хода плавки, действия плавильщиков. Все это, конечно, уточняется все время, изменения, если что-то случится, в акте отражается, что внести изменения в ту или иную нормативную документацию. Будущие плавильщики, нынешние студенты обязательно изучают, как заполняется документация и какие отклонения бывают во время плавки. Узнают, насколько кропотливым и многогранным был труд заводчан по усовершенствованию процесса плавления, начатого 60 лет назад. «Титан» для нас – это и жизнь, и слезы, и любовь. Передавая опыт своим студентам, Евгений Олешкевич надеется, что и они по-настоящему заинтересуются «Титаном», заинтересуются и вдохновятся на новые достижения. Всем человеку! Субтитры создавал DimaTorzok